Здравствуйте, товарищи зрители! Я рад вас приветствовать рубрике «Мои ответы на вопросы». Ну и сейчас я зачитаю темы, какие будут в этом видео. Как всегда, напомню, я выписываю интересные, понравившиеся мне ваши комментарии, просьбы, предложения и даже протесты, и комментирую их. Причем эта тема не только здоровья касается, а и социальные вопросы, психологические, логические темы разные. Ну, в общем, все интересное и нужное для общества и отдельно взятого человека. Вот какие будут сегодня темы. Как я много узнала благодаря вам. Попробую отказаться от вредных продуктов. Долгое время не могла слезть с нафтезина. Приобрела ваш спрей и через 10 дней полностью отказалась от сосудосуживающих препаратов. Вот. Как и что правильно надо принимать во время химиотерапии? Ну, при онкологии, понятно. Раньше были частые перекусы, сменила работу. Теперь перерывы в еде 5 часов и более. И как же хорошо и легко стало. Дочери 12 лет. Можно ли ей эти БАДы и вообще какие, любые, в принципе, тоже применять? И какие дозировки? Не опасно ли пить воду из источника с высоким содержанием железа? Какие препараты пить для поднятия железа и ферритина во время беременности? И вообще, коснемся этой темы еще раз. Фермент алкоголь-дегидрогеназа и кефир. Непонимание людей в плане вообще проблемы алкоголя. Ну, и не только. Даже те, кто понимают, что он вреден, тут есть один очень интересный нюанс. Все равно не понимают кое-что люди. Врач мне тоже сказал про витамин D3. Но от вас я узнал более подробную информацию. Юрий Андреевич, какие нужно пить БАДы? Я же отказалась от мяса, а новые БАДы не пью. Можно ли пить воду из-под крана, но с нагреванием? Оригинально. Какао-порошок, так понимаю, нельзя? Спрашивает человек. Можно ли покупать минеральную воду в магазинах? Там она натуральная. Любые семена полезны, тот же человек спрашивает. Односторонняя логика любителей мяса. Поговорим об этом. Ну, и завершу видео спорами с либералами до мозга и костей, которые пишут, например, такое. Почему работа и платя налоги в нашей стране я должна отдыхать здесь? То есть, типа, я хочу за границей отдыхать, где душа к чему больше лежит, где интересней для нее. Далее. Диснейленд это круто, детям здесь нравится. И что вы этим хотели сказать? И ничего удивительного, что нравится. Ладно, не буду сейчас, потом все разберу. Это будет в конце, предупреждаю, видео данного. Потом, хамство, возведенное в принцип. Да, но оно многим нравится, быдлу всякому, типа того. Сейчас. Права. Права была Пугачева. Вот об этом поговорим. Ну, и в конце она мне такую претензию еще. Простите, а что такое гомо-европа? Я не в теме. Ну, ну, в теме, в теме. В теме она прекрасна. Поехали по порядку. Хотя нет заболеваний, пишет первый зритель. Но всегда интересуюсь вашим каналом. Как много я узнал об благодаря вам. Дорогие друзья, вы поймите, надо смотреть мои видео не тогда, когда у вас уже там болезни какие-то, проблемы, а когда вы здоровый человек, потому что, ну, не все всю жизнь живут здоровыми, даже если вы здоровы сейчас. Так вот, лучше, наверное, понять, как что, как устроен организм, какие проблемы, какие ошибки люди допускают, и предотвратить это, понять, осознать причинно-следственные связи биологических процессов внутри нас, которые я объясняю простым доступным языком. И потому, да, вот человеку интересно, это правильно, и выбор сделал человек разумно, чего и вам желаю. Идем дальше. Я тоже пока ем все. Ну, это, видимо, кому-то женщина пишет. Но согласно и с этическими, и с биологическими вашими соображениями, то есть моими, планирую по силам отказаться. От мяса вы не будете отказаться? Легко. Ну, так отказывайте сейчас. Понимаете, это как с курением. Вот один человек спрашивал, а можно ли отказаться сразу, в раз? Вот, и это же вредно, некоторые говорят. А если вы будете когда-нибудь потом, плавно, постепенно, вы никогда не откажетесь. Так же и здесь. Вы примите для себя решение, вот просто раз навсегда, сейчас, с этой минуты. И вам так легко станет уже через несколько дней. Ну, и дальше от вредных любых каких-то привычек вам будет проще отказаться, когда вы увидите, что у вас получается менять что-то в своей жизни. То, что вы боялись менять, гнали от себя мысли какие-то, не хотели напряжений каких-то над собой, усилий. И вот вы поймете, как это прекрасно, что вы творец, как говорится, своей судьбой. Вы это почувствуете на том, что у вас как отреагирует организм, улучшится ваше состояние самочувствия. И вот она пишет, что от мяса будет отказаться легко. Ну, так вот, планирую сделать упор на зелень, уйти от кофе и чая. Кофе убирайте моментально, сразу же, вот прям с сегодняшнего дня. Для тех, кто не в теме, моё видео кофе, вот это посмотрите обязательно. Да, всё, о чём я говорю, вот на что ссылаюсь, как бы, да, на какие-то видео мои, там, товары те или иные, всё будет под этим видео по ссылкам. Оставлю вам, да, поняли? То есть, переходите под этим видео, нажимаете ещё, если вы в самом ютубе открываются ссылки, и вот вы там всё это дело смотрите мои ссылки. Так, а это мне на почту вот письмо прислала женщина Ольга. Спасибо вам за данный чудо-препарат. Речь идёт вот про этот спрей для носоглотки. Долгое время не могла слезть с нафтезина. Нафтезин был для меня наркотиком. Ну, как и для многих миллионов людей, различные СНУПы и прочие сосудосуживающие средства. И вот она, пишет, приобрела ЭКО-спрей, вот этот наш, в течение первой недели использовала его вместе с нафтезином совершенно правильно. Постепенно уменьшать дозу надо просто того средства, которым вы пользуетесь. А через 10 дней полностью отказалась от сосудосуживающих препаратов. Носом дышу легко уже даже ночью. ЭКО-спрей использую. Иногда в целях профилактики. Зависимости нет. Спасибо огромное. Его и не может быть от нашего зависимости. Там совершенно другой принцип. Как происходит эта работа, вот этого уникального, не имеющего в мире, без преувеличения, говорю аналога, да, который снимает зависимость от сосудосуживающих, убирает насморк, сопли и так далее, и не дает развиваться гаймориту, и более того, так сказать, снимает воспаление со слизистых. Он работает так, что он заставляет лимфатическую систему утилизировать вот эти сопли гной, понимаете ли. Короче говоря, видео вот это, о нем, посмотрите непременно. Но приобрести его тоже можете переходить и по ссылке, там будет, соответственно, как его купить тоже. Вот. Но что я вам хочу сказать. Вот некоторые люди расслабляют, все у них уже прошло и все, и не используют. Это неправильно. Два, три, четыре месяца подряд используйте постоянно, и будет только лучше. Вы вообще почувствуете совершенно другие вкусы, вернее, правильно сказать, ароматы, запахи, да. И вот напишите потом. Так это еще защита от вирусов, от инфекций, разного рода защита. Если вы заходите в какое-то помещение, там много людей, там в метро, в школу, детский сад. Так, брызгайте, и прямо перед этим, причем не только в нос, а в рот тоже. И вы будете защищены, ну, минут на 20, там 10-15, по крайней мере, от вирусов. И периодически брызгайте. Нет ограничений в применении, это только будет польза. Там не может быть даже теоретически никаких побочных действий. Вы сами поймете почему, посмотрев видео про этот эко-спрей. Вот о чем я вам советую. Ну, ссылки оставлю. Да. Спасибо, Юрий Андреевич, интересно вас слушать. Вы для меня очень большой авторитет. Смотрю и слушаю ваши видео на разных каналах. Да, у меня несколько каналов есть. О жизни на земле, он так и называется, жизнь на земле. Это много интересных видео, хотя общее количество их не такое большое, как на моем вот этом главном канале. А есть еще совесть и подлость, где я освещаю вопросы, которые мне очень близки, меня очень тревожат. На важные социально-политические вопросы. Ну, про остальное я не буду пока забегать вперед. Хочу лишь сказать, что будет еще несколько каналов. У меня только в Ютубе есть соцсети. В общем, обо всем ссылки под этим видео. И это помогает мне менять свои привычки и взглянуть на вещи по другим углам. Восхищаюсь вашей многогранной личностью, здоровью и процветанием. Благодарю за такую высокую оценку. И вот, и скопировал этот вопрос, комментарий вернее, чтобы вам про другие мои каналы сказать. Далее. Мне бы заказать у вас, если бы смог получить. Так вот, коряво немного написал человек из-за границы, как я понял. Скорее всего. Ну, я ему пишу. Ничего не понятно. Под видео же ссылка, вот под видео. Пожалуйста, заказывайте. Мол, заходите, я пишу и покупайте. А он мне на это пишет. Я точно смогу на Крайнем Западе получить ваши товары. Это смешно так, конечно. Я ему пишу на это. А люди даже на Крайнем Севере получают наши товары. Короче говоря, в любые города России и страны мира мы наши товары отправляем. Ну, кроме тех стран, где почта России. Вот проверяю, вы живете в какой-то стране. В Австралии, там Австралия, Новая Зеландия отменила почту России. И туда мы никак отправить не можем. Но даже туда мы можем отправить по-хитрому. Вернее, вы. Если у вас, скажем, есть где-нибудь в Казахстане или там знакомые. Или где-то там, ну, не знаю, в Англии, куда спокойно, кстати, приходят наши товары. То мы туда можем отправить. А эти знакомые вам перешлют даже в Австралию, Новую Зеландию. Даже так можно сделать. А в США, в Канаду отправляем. Там легко приходит все без проблем. Так, следующее. Благодарю Ксению Владимировну Юрию Андреевичу за разъяснение необходимых анализов для выявления дефицитов. Железо ферритины, понимаете, скрытые дефицитные состояния. Вроде анализ на железо в норме. Но все проявления проблемы, связанные с внутриклеточным железом, там, его дефицит, неусвоение, есть. Как понять это? Вот для этого посмотрите вот это двухчасовое видео, где мы вот с доктором, который занимается профессионально, с узкой специализацией, работой с пациентами, которые имеют проблемы с железо-ферритином, трансферином и скрытыми дефицитами и проблемами с этим связанными. Там все подробно разъясняем. Аналогов этому видео, этой уникальной информации на ютубе или где бы то ни было в интернете нету. Этого не знают, ну, 9% медиков этого всего в комплексе не знают. И вы точно найдете решить проблему, если вот, собственно... И второе, сразу скажу в этой связи, мое недавнее видео про железо. Вот это посмотрите. Просто новый препарат в липосомальной форме железа плюс медь плюс селен. Уникальная комбинация есть такой, пришел. А что такое липосомальная форма? Это форма донесения какого-то витамина-минерала до каждой клетки. Когда тот или иной витамин-минерал облечен в такую фосфолипидную оболочку, которая защищает от растворения, изменения свойств или растворения, уничтожения тех или иных веществ в ЖКТ. И вот идет, эта молекула проникает через ЖКТ в кровь, идет в каждую клетку. И там раскрывается, и вот это, собственно, вещество высвобождается. А фосфолипидная оболочка идет вообще на построение клеточных мембран. То есть, это просто безотходное производство. Это идеальное, там, КПД близко к стопроцентным вариант донесения и употребления, соответственно, вот таких всех любых витаминов-минералов. Вот есть у нас целый раздел на сайте. Липосомальный препарат. Посмотрите, что вы можете приобрести лучшее по усвоению, самые качественные те или иные витамины и минералы. И вот, человек заканчивает, это именно та информация, которая мне не доставала. Да, поэтому смотрите это видео по железу, вы будете знать все. А сколько проблем, связанных вот с тем, что у человека есть дефицит, даже скрытый дефицит железа, человек об этом не знает. Это я объяснил и очень подробно рассказал в этом очень коротком видео, которое идет, там, по-моему, меньше 10 минут, 7 или 8, про железо. Вот это видео мое, вот последнее по теме железа. Посмотрите непременно все вот эти вот особые состояния, явные признаки дефицита железа, скрытого в том числе. Так, добрый вечер, следующее письмо. Как всегда благодарю за полезную информацию. Во время химиотерапии можно пропивать маркерный курс или лучше продолжить пить грибы? Вы некорректно задаете вопрос. Неужели маркерный курс это не грибные препараты? Это же веселка, шитаки, рейша, это как раз грибные препараты. Тогда вопрос поставлен некорректно, и вы во время химии должны применять, как я объяснял, и для всех, у кого, не дай бог, онкологии, вот есть химия или лучевая терапия, или будет, обязательно посмотрите мое видео «Общие принципы лечения онкологии», вот это, потому что там я прямо объясняю, как и что действовать пошагово. И во время химии или лучевой надо применять обязательно такие грибные тоже препараты, как санхваны трометас, которые, с одной стороны, усилят действие химиотерапии, разрушающие раковые клетки, а с другой стороны, не дадут убить иммунитет от вот этих химиепрепаратов. В общем, это видео мое посмотрите, а также посмотрите «Семь причин рака», и также по этой теме «Сахар и рак». Вот эти хотя бы три видео. Так, поэтому вы применяете санхвантрометас, а смотря от того, какая форма рака там и другие нюансы, вы либо параллельно все-таки маркерный курс принимаете, либо нет. Но об этом лучше мне написать на почту. Вообще, под каждым видео есть вот где описание, там внизу индивидуальная консультация, либо вообще написать письмо на почту, что такая-то, мол, проблема, вот описать ее как быть, приложить анализы, исследования, выписки, и заключение врачей. Общий объем файла во вложении в письме не должно быть более 20 мегабайт. Краткая в тексте письма история проблемы вашей. И вот единым письмом, одним, вот ни двумя, ни тремя, где все по порядку перечислено, логично, коротко, ясно, и вложенные файлы, о которых я сейчас сказал, высылайте мне на почту. Ну вот давайте так. Так, далее письмо. Благодарю вас, всех благ вам желаю, приветствую, почтение из Казахстана. А, да, благодарю. Знаете, почему я выписал? Город Астана. Это такое письмо. Дело в том, что еще раз, вот в одном видео уже говорил, сейчас повторю, если меня смотрят сейчас в Казахстане, ну какие-то такие, ну не то что влиятельные люди, но да, имеющие возможности, не могу вот с одними своими старыми знакомыми, Гульнара такая была много лет, мы знакомы, связаться, что-то не отвечает. Ну суть в том, что у нас клиентов много из Казахстана, просто кому мы высылаем наши товары, да, но хочу обратиться и сказать следующее, кто меня слышит оттуда. У меня есть хороший один знакомый, скажем, можно даже сказать партнер, и он хочет переехать в Казахстан, открыть там магазин моих продуктов, даже не один может быть, ну в городах-миллионниках. Он хочет там квартиру, ну сначала можно снимать, потом купить и магазин открыть, фактически, не только интернет-магазин. Если у вас есть возможность помочь в каком-то плане, ну подсказать, что, где хорошее помещение, вы же там все знаете, а он-то нет, а, как говорится, по-свойски, так, по-товарищески, помочь, ну может быть, как-то связать его с кем-то там, и может, квартиру как вот найти, помочь и так далее, я был бы очень признателен вам. И если что, пишите мне, почта будет оставлена под этим видео, куда писать, благодарю. Ну, идем дальше. На прежней работе у нас были частые перекусы, чаепитие, то есть, ну, как люди постоянно что-то едят, печенье, конфеты, тем более, не дай бог. И думают, что перекусы, ну и телевизор на слабости людей, глупости тоже играет про перекус, там что-то говорят. Никаких перекусов быть не должно, это вредно, страшно. Я много раз объяснял, почему, ну, посмотреть мое видео инсулино-резистентность. Ну, далее читаю, зачитываю. Теперь я работаю в лаборатории, и по 4-5 часов не могу из нее выйти на обед. Сначала долго привыкала, а потом почувствовала, насколько это прекрасно для организма делать такие перерывы между приемами пищи. Стало себя лучше чувствовать, когда часто ешь, чувствуешь себя каким-то разжиженным. Ну, да, то есть, вялым, апатичным и так далее. Все правильно. И я это подробно все объяснял в своих, вообще, многочисленных лекциях из рубрики сахар, инсулин, инсулино-резистентность. Вот раздел, ссылку на этот раздел, плейлист на моем YouTube-канале я вам оставлю под этим видео. Там очень много видео. Теперь по железу несколько писем очень важных. Видимо, под моим последним видео о железе, вот под этим. Добрый день, дочери 12 лет. Можно ли ей эти БАДы принимать? Я вообще сразу глубже скажу, любые липосомальные препараты или вообще БАДы какие-то бы то ни было. По крайней мере, которые мы рекомендуем. Например, препараты профессора Исаева. О нем видео посмотрите у меня на канале. И про липосомальные тоже, да? Может ли быть передозировка, если давать взрослую дозу? Нет, не может быть передозировки. Это 100% не может, но вы давайте дозу чуть меньше. Обычно в этом возрасте, ну, вообще по весу надо смотреть. Вот сами сейчас будете все знать, я просто поясню. Вот смотрите. Вот есть дозировка прописана для взрослого человека. Допустим, берем килограмм 60-70. Ну, пусть это будет там 65. Делите пополам. Вот 30-35 килограмм, если весит ребенок, ему полдозы взрослой. Если он весит 12 килограмм, там четверть дозы. Все ясно, да? Но под каждым нашим товаром на сайте, например, липосомальное железо, вот там написано, какая дозировка. Там с одного года можно прописано, какая дозировка. Спасибо за информацию о кремнии. У всех дефицит. Скажите, а в спирулина содержится кремний? Да, вы знаете, лабораторное практически не содержит, потому что не добавляют кремний в бассейны, ну, вот лабораторные, где культуру выращивают. А вот природная вода в горном озере, откуда у нас, вот биоорганическая спирулина, там кремний содержится. Но все равно, понимаете, вы же не съедите столько спирулина, чтобы норму кремния в день получили. Вы на это не рассчитываете. Посмотрите мое видео вот это о кремнии, которое вышло, да? И либо диатомит, либо фульват кремния уже с кислотой фульвовой идет, и получается ортокремниевая кислота, то есть естественным путем. А если диатомит, там желательно яблочный уксус добавлять. Можно, кстати, в салат кидать чайную ложку, например, диатомита два раза в день, и столовую ложку яблочного уксуса. Ну, естественно, там масло, там, пожалуйста, неважно, перемешали, ешьте. И вы тогда уже получите вот ту самую, которая усвоится, ортокремниевую кислоту. Вот, все, в общем, очень просто. Посмотрите мое видео о кремнии. И это просто, я считаю, вот, я критично к своим видео отношусь, но это, я считаю, гениальное видео по композиции, по переходу тем и внимания людей, которые даже ленивых, у ленивых это все удерживает, да, внимание. В общем, и очень важный, очень важный, что самая главная информация, посмотрите. Так, теперь летом был в Карелии, другой человек пишет, марциальные воды, пил там воду из источников с высоким содержанием железа. Как вы относитесь к такому пополнению содержания железа в организме? Я отношусь к такому очень плохо и странно. Если вы смотрели мое видео про железо, вы должны были понять там, что я объяснял, что такое неорганическая форма минералов коснулся этой темы. Хотя, знаете, что где я подробно это все касаюсь, вот этой темы, органическая, неорганическая форма. Что это такое в моем видео, которое называется «Почему нельзя варить и жарить пищу?» Ну, вот сейчас в бутылку не будем лезть, как говорится, там и спорить не надо, а посмотрите научные и логические обоснования этого дела. Но что касается железа, вы хоть поймите, есть разная валентность, есть окисление железа. То, что вы пьете, и оно окисляется, и выпадает в осадок, вы убиваете почки своей, печень. Это очень вредно. Нужна неорганическая форма железа. Посмотрите мое видео о железе еще раз, пересмотрите, если вы, как вы могли, не понять. Я порой поражаюсь, как люди не понимают очевидных вещей, которые там объясняют. Причем я знаю, что люди такое могут писать. Я на это упор делаю и объясняю в этих своих, во всех лекциях, как раз вот такие нюансы. Но почему вы опять берете и спрашиваете про железо из источников? Я говорил там четко, что минералы из воды усвоиться не могут, потому что они находятся в неорганической форме. Усвоиться могут только в структуре сложных органических веществ, минералов, хилатной, органической форме. И вот, в частности, про железо тоже и про кремния я, когда видео делал, там тоже все это объяснил. Вот сказал я вам, что посмотреть. Ну и, конечно, еще раз, по железу. Это липосомальное железо. Это пихтель препарат. Из пихтовой хвои добываются определенные концентраты, там, нескольких веществ. И вот это показывает изумительное поднятие железа ферритина в организме. После принятия пихтеля курса, ну, можно совмещать, это будет лучше. И третий, синтезит актив. Вот три вот эти вот препарата. Даже в самых сложнейших случаях, когда у человека там проблема, скажем, если это связано с паразитами, аскорида, например, есть, то пройдите в любом случае антипаразитарную программу. Или сомневаетесь, или не хотите рисковать, пройдите. Два раза в год всем надо людям проходить антипаразитарный комплекс. Вот этот вот, который уже сколько лет, говорю, но и вот результаты есть. Люди проходят, пишут, мне очень интересные на эту тему отзывы. И параллельно, безусловно, параллельно принимаете, и после принимаете вот эти, если три препарата, ну, даже в самых сложных, непонятных случаях. И, кстати, имейте в виду, если ферритин у вас менее 50, обязательно принимайте. Обязательно посмотрите то видео, о котором я уже вам говорил, про железо двухчасовое с моей коллегой-доктором. Так, Юрий Андреевич, благодарю за знание. Подскажите, пожалуйста, какой препарат для восполнения железа лучше выбирать во время беременности низкий гемоглобин 108, а ферритин менее 10. Это очень опасно. И вот пишет человек, да, ну, женщина, синтезит, пихтель, вот как раз. Или данные липосомальные. Я до этого пила курс клеточного сока пихты сибирской, результата не было. Ну, безусловно, не будет. Значит, вам обязательно надо пихтель плюс липосомальный ферритин, вот этот комплекс. Ну, если вы иногда будете вводить синтезит, пусть в меньших количествах, раз в день, дополнительно, будет только лучше. Но поскольку у вас беременность, то вам антипроцитарную программу сейчас проходить нельзя. Не все можно принимать при беременности. А вот это можно принимать, так что это я вам советую. Начните с небольших доз, постепенно увеличивайте. Посмотрите эти товары, прочтите все по ним, под ними на сайте моем надгар.ру. Ссылки на синтезит, пихтель или пассомальное железо оставим под этим видео для удобства просто. Так, далее. О, до меня дошло. Правда, не совсем, но ладно. У природы же ничего зря не бывает. И это 100%. Если есть в организме фермент алкоголь до гидрогеназа, значит не зря. Логично. И когда до меня дошло, вы как раз сказали об этом в видео. А я там сейчас забегу вперед, скажу вернее, поясню. Что некоторые оправдывают свою попойку тем, что, типа, у нас в организме есть фермент такой, вырабатывается алкоголь до гидрогеназа, который, так сказать, скажем, расщепляет алкоголь. Или вторая оправдалка, это что у нас алкоголь естественным путем в организме вырабатывается. Хотя он вырабатывается, сразу скажу, как промежуточное вещество в цепи реакции биохимических, очень сложных процессов в определенном количестве, независимо от пищи и так далее. Это у нас тысячи элементов и соединений, вернее, разных вырабатывается. Только это ничто не обосновывает и ничего не говорит. Ну, давайте, как я говорил, синильную кислоту, она тоже вырабатывается, принимать и сразу, так сказать, в гроб. Какие же люди, дураки есть. Но тут вот в чем дело. И когда до меня это дошло, как раз вы сказали об этом в видео, количество этого фермента как раз и рассчитано на содержание алкоголя в природных объектах. Нет, дело не в этом. Ну, ладно, кефир, например, на содержание алкоголя в природных объектах. Кефир, например, а не на содержание алкоголя в водке. Дело в том, что это и так, и не так. Ну, суть-то правильно, а вот кефир в природе никакого кефира нет, не было и не будет. И там алкоголя много, там полпроцента. И к тому же, пока он в тепле постоит, даже гостовский советский кефир, скажем, в 70-х годах, там уже 1%. Если он, ну, кажется, выпьет стакан ребенок, там будет до 2-3% и более. Это страшное преступление перед народом. Это, по сути, алкоголизация будущего поколения. Об этом писал еще великий академик медицинских наук Федор Григорьевич Углов. С 60-х годов бил эту тревогу, что это спаивание подрастающих поколений. Так вот, что я скажу. Значит, конечно, на это не рассчитано. Но на то, что какой-то сладкий продукт вы съедите, яблоко, например, после того, как вы съели что-нибудь, конечно, несовместимое, но, тем не менее, белковое типа фасоли, то идет брожение. Потому что сахара плюс белки. И вот, чтобы утилизировать этот алкоголь, потому что вырабатывается тогда, конечно, гораздо меньше, чем при кефире, то этот фермент помогает. Ну, вот, примерно так. А насчет естественной выработки, это я тоже пояснил. Это вообще там такие микродозы, что там столовой ложки кефира больше, чем у нас вырабатывается, чем нужно. Тем более, это происходит вот именно, что вы правы, что ничего зря не бывает так правильно и гармонично, и вне зависимости фактически от еды, как и многие сотни других веществ и соединений. Это вообще тут ни к чему. И отмазку, и только безумные люди такую могут себе находить в своей, как говорится, мерзкой попойке. Далее. Дураки говорят, следующее письмо, что у нас желудки не такие, как у травоядных. Ну, что правильно. Но ведь у нас желудки не такие, как у хищников. Какая-то у них односторонняя логика. А да, дело в том, что люди, вы знаете, ищут только повода себе любого, чтобы оправдать любые вредные привычки, зависимости, порочные желания. Начинают выискивать, вспоминать, где что они когда-то слышали, какой ученый, особенно авторитетный, что они какую-нибудь глупость сморозил, он такой, как Савельев, например. И радуются, что давай теперь открывай и пей. Ну, или там жри мясо, как Даринская или там это вот некая Наталья Кэмпбелл Макбрай, вообще по два килограмма в день советуют. Ну, вот, типа того. А дураки рады этому слышать. Это, как говорится, обманываться рад у Пушкина еще, да? И вот, пожалуйста, такая ситуация возникает. Про логику там вообще говорить нельзя. Это алогично, вот абсолютно. Алогично рассуждать так вообще, проанализировать внешние, то есть морфологические признаки хищничества или его отсутствие по внешнему, то есть виду человека. Это внешние признаки морфологические, анатомические, внутренние, такие, как длина кишечника, выработка тех или иных ферментов, их количество, до, конечно, каких, до биохимических, то есть процессы какие идут. Почему, например, слюная мелаза у нас, называемая птиолином, фермент, вырабатываемый в ротовой уже полости, потому что пищеварение начинается именно там, переваривает только углеводы. И вплоть до многих-многих нюансов прочих. Я в своих видео все это давно уже объяснил, но вам, кто еще сейчас будет писать, новые зрители, может там какие, там, оду мяса, песню эту петель, там, пытаться оправдать свое мясоедение, что для человека, конечно, неестественно. Во-первых, я вам скажу следующее, что есть четыре группы. Травоядные, конечно, мы не они, плотоядные, мы, конечно, не они, всеядные, мы, конечно, не они. Это вообще условная группа животных, там, типа, кабанов, медведей, там, об этом даже смешно тоже говорить, не понимаю, почему люди к этому цепляются, но все забывают почему-то четвертую группу. Это плодоядные плоды, плоды, вот, но тут есть свои нюансы. И что я вам еще хочу сказать, посмотрите мои видео «Мясо надо есть», в кавычках это возьмем. А видео «Клыки», ну, это кто про эволюцию, про клыки любит говорить что-то там, коготки и так далее. И, пожалуй, «Мясо и Библия» для тех, кто религиозный человек. Вот, пожалуй, вот эти три группы моих видео, где вы с точки зрения, вот, от логики до знаний биохимии все, я надеюсь, поймете. Идем далее. Ну, пишет человек, одна из самых лучших рубрик, это ваши ответы на вопросы, да, лучше только совесть и подлость. А это канал мой, ну, да, конечно, благодарю вас за труд, я вас благодарю за это письмо, оценку, и вот пусть будет это такой рекламой для людей, посмотреть, вообще смотреть мои видео с рубрики «Ответ на вопросы» все, там действительно много, все интересно. Ну, и вот канал «Мой совесть и подлость» в Ютубе, он же продублирован в ТГ. Благодарю вас за труд, мне тоже врач сказала про Д3, надо пропивать, особенно после 45 лет, да его всем надо принимать, там, всем пропивать, и дело тут не в возрасте. Людям после операций, травм, само собой. Также устрицы полезны, но нам недоступны, и потому рекомендовала устричный кальций из Д3, опять кальций, кальций везде полно. Вы едите какую-то зелень, вы капусту, что-то едите, вот везде кальций полно. Проблема в другом, что он не усваивается без витамина Д3, а чтобы он не вымылся, одно дело усвоится, а другое вообще он легко выйдет из кости, если у вас дефицит витамина К2. Поэтому К2 витамин еще важнее, чем Д3. Посмотрите мое видео про Д3 и К2 в липосомальной форме, ссылки на эти витамины именно в липосомальной форме, которые усвоятся хорошо, которые лучшие, натуральные, вот под этим видео ссылочки будут. Но от вас узнала более подробную информацию, так естественно, потому что я-то и объясняю, что зачем и почему, и объясняю, так сказать, чтобы человек сам понял, а не поверил мне или кому-то еще. Потому что у меня просто, ну да, какой есть такой у меня над установка, можно такая сказать, или социальная, как я ее вижу, такая позиция, можно сказать. Это просвещение людей, да. Так, здравствуйте, Юрий Андреевич, всегда с огромным удовольствием смотрю ваши видео, потому как я знаю и уверен в том, что вы искренне помогаете людям, это абсолютно так, да. И рассказываете правду, да. У меня тоже есть канал, где я делюсь своим опытом, как я борюсь с онкологией, у меня хронический лимфолейкоз, рак крови. Вы обязательно мои видео посмотрите, я не знаю, что вы принимаете, но советую вам все-таки мне написать. Я могу даже отправить коллегам своим врачи-онкологи-фунготерапевты, и они, ну, приложите только то, что я говорил в начале видео, вам порекомендуют курсы грибных препаратов, а я еще кое-что. Я считаю, что я довольно успешно с этим справляюсь. Конечно же, не без помощи, в первую очередь березовой чаги, мухоморам, да и в целом многим другим травам и растениям, ну это правда грибы, ну и другим, вернее и растениям тогда, да. В том числе и водой. Вот водой что вы имеете? Водородную воду принимаете, пьете? Какую? Опять-таки тут, ладно, для зрителей скажу, потому что я тут гадаю, чтобы вы посмотрели мое видео, где я с коллегой объясняем про водородную воду, про прибор УВПН. Вот это мое видео о воде. Далее, вообще, как вы правильно говорите, вода это один из главных целебных продуктов, смотря какая, конечно, вообще в целом, да, безусловно. Когда-то я очень хорошо общался, и мы даже были друзьями с доктором медицинских наук Игорем Викторовичем Золотухиным. Он, кстати, одно время даже возглавлял комитет здравоохранения города Псков и Псковскую область его как. Так вот, докторскую диссертацию он защитил по земскому врачеванию. Интересно как, да? Это интересная тема вообще. Кстати, сельский врач, по-моему, 49-го года, великолепнейший, очень душевный, трогательный фильм, старый, советский, сталинский, посмотрите обязательно. И еще хочу добавить, когда начал смотреть видео, это видео, вот это, нажал на паузу и впервые поймал себя на том, прям интересно, я даже зачитаю, самому неудобно, но просто вот, ну, что, почему я раньше не обращал внимания на то, как вы похожи на те лики, которые изображены на иконах, ведь насколько вы точно похожи на те лики святых, прямо очертания лица, а именно благородного лица, честного, чистого, доброго и справедливого человека, который прямо хочет быть полезным для всех людей, любящим людей. Продолжайте делать добро, мы вас поддержим. Ну, благодарю. Поддержка самая лучшая будет, конечно, добрые слова, я вас благодарю за них, и я сейчас хочу в этой связи, вот еще, почему я их зачитал, в том числе, обратиться к людям. Вот, если вы не то, что так считаете, ну, хотя понимаете, что мои видео действительно полезны, что я вот борюсь со злом, что с дурью людей, что хочу достучаться до всех, чтобы люди очнулись, думать начали, да. В общем, YouTube мои ролики сейчас тормозит, и чтобы как-то это раскачать, попробовать систему, нужны комментарии, хорошие, дело не в том, что даже хорошие, а души, полноценные. Не то, что вот, пишу для комментариев одно слово, это YouTube сейчас уже плюет на такие письма. Вот письма, настоящие письма людей, пишите, не ленитесь, для вас же, ну, минуту, две, ну, десять, это и то. Для меня какое это время, какой труд и моральная, и силы, сколько уходит на сосредоточенность, и прочее, при том, что у меня сколько сотен, тысяч других дел. Так, это первое. Второе. Подпишитесь, кто не подписался, поставьте пальчик вверх на канал, подпишитесь, там колокольчик, нажмите, смотрите, чтобы он активный был, и там сверху все видео. Нажмите, чтобы уведомления вам приходили о выходе видео, и поделитесь ссылками на мои видео, на это видео, своими друзьями, коллегами, пошлите им, даже в соцсетях, что очень важно, разместите, порекомендуйте людям посмотреть. Это будет большая помощь. Ну, и, конечно, помощь тут уже абсолютно обоюдная, в том числе и здесь. Обоюдная помощь, это если вы будете приобретать мои товары, продукты, ну, там, приборы, около тысячи товаров, важнейших для здоровья у меня на сайте надгар.ру. Поймите, что я тогда смогу развивать свои проекты, вот только на днях, только на днях. Купили оборудование, за два там приема еще кое-что покупать надо, для видеосъемок профессиональные, хорошие, за полтора миллиона рублей. Как некоторые берут, собирают какие-то там, как сейчас называется, донаты, я ни в одном видео это прямо не говорю, что давайте что-то там, это не надо, покупайте мои продукты, вы свое здоровье будете сберегать, вам будет лучше, там и БАДы, и прочие, и продукты просто органические, натуральные, и концентраты всякие полезные, которые и мы производим, мои коллеги. И вы себе пользу принесете и мне, потому что я смогу развивать проект и делать больше важных, хороших, больших дел. Тем более вы еще даже, мои старые зрители, о всех моих проектах не знаете. Вот, во-первых, кто-то, если не смотрел или там новый человек хочет посмотреть, вот посмотрите мое видео на моем канале «Жизнь на земле», которое называется «Бросил Москву и построил город будущего в глубинке», а это поймите, когда вы посмотрите, удивитесь, восхититесь, запомните мои нынешние слова, что это еще только малая часть того, что я делаю, и о самом главном моем проекте вы увидите позже. Не знаю, может полгода, может чуть позже, но вот тут будут люди шокированы. Уверяю вас, что он прогремит на, ну как минимум на всю страну, как минимум. Поэтому поддержите меня вашими покупками и свое здоровье при этом. Обоюдная, ну симбиотическая связь и выгода. Идем далее. Гречневую крупу можно есть. Юрий Андреевич, какие нужно пить БАДы? Я же отказывался от мяса, а новые БАДы не пью. Может отказался? Ну, хорошо. Можно ли пить воду из-под края? Так, все. Значит, во-первых, у меня есть видео, которое называется «А что же тогда есть?» Потом, у меня есть уникальный инфопродукт. Я над ним работал долго. Это обобщенные мои знания лет за 10. Как быть вообще здоровым человеком? Этот продукт, конечно, рассчитан на людей, у кого есть какие-то очень серьезные проблемы со здоровьем. Особенно опухоли, доброкачественные и тем более злокачественные. Но это монументальный труд, и там все алгоритмы, как говорится, методики общие даны. Да, потом у меня есть видео, как совмещать БАДы, продукты, лекарства между собой. Тоже очень вам пригодится и всем. Какие в общих чертах, какие БАДы, понимаете, это же тоже вот по какой причине? Я бы, ну вот если просто говорить грубо, спирулину, можно хлорел, можно сочетать, чередовать. Потом аминопротеин какой-нибудь или протеин 4 в 1 добавлять, если вы вообще животных белков не едите. Лучше какое-то время, пока микрофлора не перестроится на нормальный лад ваша, симбиотическая. Если на дисбактериозной состоянии какие-то есть проблемы с кишечником, то бактерии и вита курс хотя бы месяц пройти. Там 30 флакончиков, 3 коробочки. Потом, если вы не голый, круглый год на солнце ходите, ну и то, сейчас это даже уже бесполезно. Витамин D3 обязательно, с К2, это обязательно. Потом, ну витамин С хотя бы курсами периодически пропивать. Какие-то антиоксиданты, ведь на нас столько сейчас воздействует свободных радикалов разных. Ну, например, астоксантин, чередуйте там месяц астоксантин, месяц глутатион пропиваете. Ну, что еще я могу вам сказать? Железо. Есть какие-то, хоть какие-то симптомы, хотя бы курсами пропивайте и поймете, что силы будут возвращаться. Дело в этом. Волосы, выпадают ногти, слоятся или секутся волосы, или там плохие ногти, или, ну не знаю, проблема с опорно-двигательной системой и зубы с зубами, например. То кремний, безусловно, посмотрите мое видео кремний, принимайте либо диатомит, либо фульват кремния, либо совместно. Ну вот, это в общем, потому что вы тоже написали в общем. Теперь, можно ли пить воду из-под крана, но с нагреванием? Послушайте, вот тоже так интересно. Вы, где, я же не знаю, где вы живете, в каком городе, хлорируют ли воду, не хлорируют, еще ли старые трубы, железные советские или пластиковые. Там и прочие многие-многие факторы. Я не советую воду из-под крана пить, я советую брать воду, ни в коем случае не нагревать, ну пить, желательно пить не нагревая, не кипятить. Ну, там градусов до 70 нагреть можно, до 80 даже, но не кипятить, потому что при кипячении воды на стакан воды примерно там 3-4 молекулы, несколько молекул образуются диетерии 3-3, тяжелой воды. Появляются очень мощные такие мутагены и канцерогены, по сути, воздействие их такое мутагенное на клетку. Я вам хочу, так сказать, осмос, ну осмос, только проточный. То есть, не старого образца с собачками накопительными, а проточный. Прямо на днях у меня вышло видео про такую систему осмоса. Какую воду надо пить? Посмотрите это видео, вот ссылку я на него оставлю, обязательно посмотрите. Проточную. И ссылка дана, ну и дам здесь. Как вот купить именно эти осмосы системы и пить эту воду. И не надо в бутылках покупать. И не надо пластик поганый выкидывать. И в бутылки пластиковые тоже вредно, да, не покупать воду. И не надо вам мучиться, какую воду надо пить. Но это не с точки зрения физико-химических свойств. Это с точки зрения, чтобы убрать вредные неорганические минералы из воды, и хлор, и там другие вредные вещества. А вот если говорить уже, что про физико-химические свойства, то, конечно, мы говорим про ОВП, коэффициент поверхностного натяжения. Там и другие водороды молекулярного избыточного количества в воде, которые временно в воде можно увеличить содержание. Если его пить, то это будет мощнейшее антиоксидантное воздействие. Вот посмотрите мое видео про воду, я уже сказал, оставлю. И про прибор вот УВП, на него ссылку тоже оставлю. Так что какао-порошок, так понимаю, нельзя. Вот если какао-порошок сделан из какао-бобов, которые прошли термообработку, жарились, то нельзя. Потому что при жарке какао-бобов и зерен кофе образуются очень серьезные, тяжелые такие канцерогены, как акриламид. Вот, я не советую пить. А вот мы, например, производим кофе не из кофе, плодов, зерен кофе, а из шести видов трав. По вкусу никто не отличит, можно даже человека незлобно обмануть. Ну, подшутить, сказать другу, знакомому, кофе хочешь, хочу. Ну, сейчас сделаю. Сделали наш вот этот. В общем, не надо кипятить, там градусы 70-80 залили, размешали. Далее он говорит, ну, хороший кофе? Хороший. А я тебя обманул, это не кофе, это вот, значит, ну, не вредный. Потому что нет термообработки, это сыроедный продукт, там нет канцерогенов. Вот. А какао-то уже у нас есть, который тоже мы таким образом в вакуумных, там, дегидраторах, мелоджорах, в общем, целая технология, как это делается, что там нет термообработки. Его залили 70 градусов водой, там, поразмешали, вот вам какао. Есть какао-капучино там у нас. То есть, несколько видов, вот они сейчас показаны на экранах, и ссылки я оставлю под этим видео. Это альтернатива безвредная, а так сами смотрите. Кто-то сейчас скажет, да это вот, он рекламирует, поэтому говорит на то, что вредно. Да мне плевать на то, что я, ну, ладно, попытаюсь для таких людей привести пример, я его часто привожу. Вот я раньше продавал на огромные деньги шоколада, сыроедного нашего, в месяц. Сейчас во много раз меньше. Теряю несколько миллионов каждый месяц. Я почему стал это терять? Потому что я стал говорить, что любой сахар, не только синтетический, а даже натуральный, как в нашем шоколаде, фруктоза натуральная, или там это глюкоза натуральная, из виноградного сиропа полученная, или сиропа агавы, или там топинабура, все равно вредны, потому что это сахар. Излишний сахар, даже натуральный, вызывает всплеск гормона инсулина. А он уже влияет. И дальше пошло на что, на что, на что. И что в любом случае сладкое вредно любое. Да, лучше натуральное, чем синтетическое. Да, лучше наш, но лучше, как переходный период. Я все это говорю в ущерб себе, как бизнесмену. Потому что я человек честный и порядочный. Я никогда ради денег не буду кривить душой. Поэтому вот я вам говорю это для того, чтобы вы и другие люди могли себе жизнь облегчить, помочь, какую-то вот эту радость, наслаждение испытать. Пусть реже и даже лучше. Но зато тем, что вред вам не принесет. Сильный, по крайней мере. Ну вот если совсем критически подходить, с перфекционистской точки зрения, жесткий такой, да. Но синтетического нет и нет сахара вредного. Вот вам, пожалуйста. Так что, значит, а мог бы не говорить. Вот язык мой, как говорится, враг мой. Но тогда я бы кривил душой. Говорил бы, нет, все сладкое вредно. А вот наш шоколад, вот, например, вообще безвредно. Он несоизмеримо менее вредный, чем любой другой синтетический, обжаренный, тем более, да. И тем более, поскольку там синтетического вредного сахара нет. Менее вредный. И как детям, которые уж вы приучили, и они орут, дай сладкое. Ну, конечно, давать наш надо, чем какой-то вредный тот же шоколад. Но лучше постепенно убрать и обойтись вообще без сладкого. Вот я таким образом вам с кого-то и думайте. Теперь. Этот же человек спрашивает, можно ли покупать минеральную воду в магазинах? Там она натуральная. Слушайте, вы такой странный человек, но откуда? Где-то натуральная, в смысле, вот, именно из скважин, про которые, а где-то и такое очень много поддельное. Но дело-то в другом. Минеральная вода, минералы содержат какие? В неорганической форме, да. Я вам что говорил про это? В десятках своих видео, в том числе в видео про кремний. Про что? Про то, что организм человека может усвоить минералы только в органической форме. Почему? Что? Объяснял, доказывал. Даже сегодня ссылку на видео дал, сказал, какое видео. Посмотреть, где я это подробнейшим образом поясняю и доказываю, что это именно так. Так вот, поэтому из живой растительной пищи получаете минералы все, понимаете? Из овощей, ягод, пусть даже фруктов отчасти. Хотя зелень, в первую очередь из зелени. И не надо минеральную воду пить. Ну, редко, иногда. Иногда. Если вы ее так хотите, потому что она с газами, там особый вкус имеет. Ну, иногда выпейте. Ну, пейте вы просто воду после системы обратного осмоса. Без всяких минералов, чистую воду пейте. И все. Сейчас кто-нибудь напишет, кто мои видео не смотрел. И не поняв, кто я такой вообще, и что я просто так ничего не говорю, напишет умную вещь. А врачи говорят, что воду дистиллированную пить вредно. Потому что вымывает минералы из организма. Я просто в шоке. Просто в шоке. Еще раз. Минералы вы будете из еды получать. А вода должна обладать абсолютной чистотой. Лишина должна быть минералов. Центры сверхдолгожителей, где люди действительно жили долго поколениями, были только в тех местах, где источники, из которых эти люди пили. В основном горная вода тающая. Там ноль жесткости почти всегда. Была всегда мягкая, с нулевой жесткости. Почти дистиллированная. Вот и все. Ну и еще далее человек спрашивает. Любые семена полезны? Нет. Семена для еды практически никакие не полезны. Тем более это надо проращивать. Тем более зеленые проростки это одно, а семечка целиком пророщенные другое. Это все долго сейчас пояснять. Я много раз это пояснял. Дело в том, что семена содержат лектины. Такие высокомолекулярные белки растительные, которые являются ядами для многих животных, которые поедают семена, чтобы много не ели. Например, об этом писал один американский профессор в книге «Парадокс растений». Но тут дело не в том. В общем, лектины вызывают воспаление. Я не советую их применять. Много есть. И есть видео про конкретные виды злаковых, например, или бобовых, про которые я говорил. И как это есть. У меня есть эти видео. И вот вы пишете дальше. Употребляю пока семена льна. Ну, хорошо, хорошо, но не злоупотребляйте. Не надо постоянно. Ладно, в тыквенных сушеных, спрашивает человек, в семенах тоже лектины? Да, тоже. Конечно, тоже. Тыквенные семена полезны тем, как бы, что вот, например, там есть вещества, которые гонят таких паразитов простых, как, например, острицы. Ну, как семена укропа, например, тоже. Да, это да, но только те, которые в кишечнике в данный момент находятся. Никакие паразиты вообще, тем более всех видов там, да, тем более тех личиночных прочих стадий, которые в других там органах и тканях организма находятся, вы никак, ничем, ни травами не уберете никогда никакими. Только есть антипризитарная программа, потому что там есть специальные вещества, например, хиномонозы, которые в составе грибов-лисичек находятся, которые, да, действительно, там приостанавливает цикл развития, даже убивает, разрушает яйца гельминтов, что не делает никакая трава. Но это отдельная тема, хотя, еще раз говорю, проходите антипризитарку два раза в год, ссылки оставлю. Значит, мое видео всеобъемлющее вот по теме паразитов от 14-го года, ему 10 лет, посмотрите, очень советую, там ценнейшая информация. Значит, ну вот насчет семечек сказал. Так, ну а теперь в завершении этого видео, ой, ах, либеральные беседы. Ну, под каким-то там пред-пред-пред-пред-последним, значит, там, когда эту тему я завел, которую вы сейчас поймете, пишет одна дама с претензией ко мне. Слушаю, смотрю видео, вроде умный человек я, да ну, продукция замечательная. Но иногда хочется покрутить у виска, и появляется сомнение в здравомыслии человека. Ау! Дамочка, дамочка, спокойней, спокойней, давайте разберемся во всем по порядку. Почему работая и платя налоги в нашей стране, я должна отдыхать здесь? И так, дальше то, что она пишет, я потом зачитаю и отвечу. Почему? Ну, с юридической точки, конечно, вы не должны. Вы меня, видимо, с моральной спрашиваете, а с моральной так получается? Наша страна, что находится в идеальном состоянии, положении, все живут как при коммунизме. А если нет, вы должны это потому, что вы должны себя человеком, если считаете, то вы должны все деньги, весь труд, все оставлять здесь. Вот как я. Я наоборот, зарабатываю, у меня даже покупают за границей люди, а я все деньги вкладываю в страну, причем привожу, неважно сейчас что, в том числе из-за рубежа, то, что тут остается в плане культурного наследия. Даже так. Вот и вы делаете, как я. А, не хотите? А почему? На пляжу-полежу, мол, да? Хочется понежиться и потешить идиотские, совершенно глупые, какие-то, так сказать, наслаждения получить? Ну, сейчас дальше будем разбираться. Так вот, почему вы должны? Ну, потому что, наверное, вы гражданин своей страны. Может быть, вам дорога память истории ваших предков, может быть, которые не мотались никуда за границу, и вы не мотаетесь. А что там делать? Ишь ты. У нас, что ли, мало, чем и как можно провести прекрасно досуг от разных хобби до поездок, пожалуйста, там, по нашей великой стране, уникальные, где столько красот, столько различных, так сказать, там, я уж не говорю про Алтай, Байкал, Саяны и вообще Карелию и прочие уникальнейшие, красивейшие места, природу. Или вы хотите малые города, там много интересных музеев, прочее. Всю жизнь вам 300 лет не хватит, чтобы все это посмотреть. А то почему я... Ну, дальше даму понесло, давайте смотреть как. Я не говорю уже об ужасном сервисе. Ну, не надо врать, он не везде ужасный. Зачем огульно охаивать? Ненависть к стране, что ли, своей вы тут зарабатываете? Налоги вы тут платите? Да это ваша обязанность, налоги вы тут платите. Вы что это? Показались, вы бы там больше платили, если вы в своем любимом США, во Франции или где-то еще живете. Вы бы там гораздо больше налогов платили бы. Поэтому не надо тут налогами, так сказать, кидаться. Что, мол, я такая святая, давайте мне, с меня пылинки сдувайте, и я, так сказать, буду делать, что хочу. А вы мне все должны, и государство, и все остальные люди. Ненависть к стране, что ли, к своей? Сервис у вас? Разный сервис. Делайте все, чтобы сервис был лучше. Жалуйтесь, пишите, так сказать. Ну, и, собственно говоря, выбирайте те места. Сейчас интернет есть, где хороший сервис. Сейчас люди-то пишут, оставляют комментарии. Что это, нельзя сделать, что сервис? Ну и далее, дамы. Я говорю о том, что у нас просто нет места, где я бы захотела спрятаться и отдохнуть. Это полная чушь. Вы несете чушь и ложь. Конечно, я не знаю, где бы вы хотели спрятаться. Может быть, в бункере в какой-нибудь штате, я не знаю, Калифорнии, где-нибудь там просто бзик такой или каньон там конкретно посмотреть, американский. А если такого бзика нет, то вы просто пишете чушь. Потому что в нашей стране, которая самая большая страна на планете, где столько диких мест, как ни в одной другой стране, разве что в Канаде где-нибудь, где не ступала нога человека, что вы можете спрятаться от всех и отдохнуть и в таежных каких-нибудь этих. И сейчас даже есть отели в Северной Карелии, где тоже чистейшие озера, никого нет, вообще никого там добраться трудно, где очень высокого класса, с хорошей сантехникой, есть прекрасные отели и так далее. Ну вот, так что не надо такое говорить и чушь мне тут, и вообще всем людям нести. Мест таких нет, и вообще спрятаться, где отдохнуть она не может. Люди, напишите, есть такие места, я вообще в шоке вообще. Это вот какая, вот у нее просто ненависть к стране, понимаете? Претензии. Вот это вот какое-то презрение. Далее. У нас нет тропиков. А, теперь про тропики. У нас нет Диснейленда, святыни этой нет. Это вот, понимаете, венца творения человеческого гения. Диснейленда нет. Но про тропики. Значит, ну да, Абхазия, конечно, не входит в состав России, но раньше входил в состав СССР. И там есть тропики. Кстати, в Сочи есть тропики, но есть и рядом в бывших странах СССР. И значит, не обязательно мотаться куда-то далеко. А потом, почему именно это? Если что, какая-то мания по тропикам, субтропикам? Ну ладно, понятно. Теперь, насчет главного. У нас нет Диснейленда. И далее пишет дама, что и детям, да и взрослым там очень нравится. Я возила дочь в парижский Диснейленд. И это очень круто. Вы знаете, людям вот дают вы, которые считают себя умной, видимо, и мне АУ там пишет. Дамочка, АУ. Вы вменяемы или нет? Вот некоторые дурачки приучают детей к конфетам. Потом они орут. Родители вроде начинают понимать кто-то, часть родителей, что это вредно. А сделать ничего не могут. Потому что уже зависимость есть. И так далее. Да мало ли что детям нравится. Дети это такой материал, с которого вы лепите. Понятно, что у этих все силы маркетинга брошены на то, чтобы они покорили, за внимание завоевали детей. И вообще посеяли вот эту, понимаете, тем более детские первые впечатления. И вот такие глубокие. Они будут вспоминать. А дальше формироваться характер ребенка. Его суть будет от любви вот к этому, так сказать, чудо-миру. А это тире, что Америка. И это вот дядя Сэм, все, Микки Маус и прочь. И пошло-поехало. И человек вырос космополитом, либералом, предателем, врагом России. Не все такие вырастут, конечно. Но обязательно среди тех, кто вырос, в основном все и любили это. Вот это все. У каждого своя зацепка. Как в одном видео в прошлом. Я зачитывал, человек писал, что вот этот вот поздно с этим Ургантом, Иваном. Ездил Иван Тургант, как он, как елей божий, вспоминал, так сказать, своего детства. Запах где-то за границей. Там этого Head on Shoulders. Шампуня в отделе, там, в каком-то гипермаркете. И это на всю жизнь в нем. В общем, вот они, вот они, эти либеральные зацепки. И все это, этот мир сказочный такой особый, где бегают, бьют друг друга, так сказать, по морде в этих диснеевских мультфильмах. Эти. И не только вот эти два героя, мыши и кот, а и другие. И там есть скрытый и сексуальный подтекст, и прочее. О чем тоже люди писали и разбирали этот момент совершенно справедливо. Так вот, а вы давайте воспитывайте в любви не к родине своих детей, а к чужбине. К ним. К разным либеральным ценностям. А поскольку там идет жесточайшая борьба за, вот, порабощение человека, то вот начинается все с Диснейлендов, комиксов и так далее, с Барби, безусловно. А заканчивается сейчас уже вот этими гомоценностями, в кавычках, потому что это не ценности, а античеловеческие ценности. Но вы уже все, я смотрю, отштампованный либерал. И еще ау там она мне пишет. Ну что, люди, напишите этой дамочке, аушнице. Так, следующее письмо про Диснейленд, вообще аргумент женщины убил. Ну, это я зачитывал это же письмо раньше чуть, там, но не комментировал глубоко. Просто убил. Просто тупица и даже сама этого не понимает. Ну, абсолютно верно. А вот теперь другая дамочка, это другая. Мы выведем на экран ее, давайте я сразу скажу, у нее ник так называемый, Ирина Бухтоярова 8913. Можете ей написать. Ну, она после моего видео с комментарием про то, как я не люблю всю эту либерасню, она как раз либералка до мозга и кости, она мне тут написала такое. Хамство, возведенное в принцип. Но многим это нравится. Права. Права была Пугачева. Ну, то, что она сказала во всеуслышание, что русские там быдло, которые там рабами стали. Ну, вот такого плана, да? Фразу, значит, после которой, конечно, она перечеркнула, она просто плюнула в душу всему народу. Она поглумилась над самым святым, над искренней любовью и уважением ее зрителей, вообще народа, очень многих людей. Это подлое, низкое, недостойное человека поведение, и таких людей прощать нельзя. Да, она сказала, были холопами, стали рабами. И вот как один человек правильно написал, что, по словам Пугачевой, она рада тому, что ее ненавидят люди, которых она всегда терпеть не могла. Вот она всегда народ терпеть оказывается, теперь только она это сказала, не могла, такая гнида. Но зато здесь зарабатывала, как сыр масли каталась, и при этом тихо ненавидела собственную страну и народ. Это не люди, это твари. Они должны быть проклятые, вот по законам справедливости, народам, с которым она так поступила. И все такие же, как она. Так вот, хамство, оно порой необходимо. Иногда, если не нахамишь быдлу, а я беру определенную категорию людей, которые никак по-другому не поймут, когда ты сочетаешь абсолютно очевидные вещи, аргументированно их доказываешь, и при этом жесткими словами этого идиота, который по-другому не поймет, вот тогда до части этих идиотов когда-то, не сразу, но дойдет точно. И мне такие много раз писали, и говорили следующие слова. Юрий Андреевич, я раньше как раз был таким, про кого вы говорили, я злился, лил на вас грязь. Но, пишу сейчас, что извиняюсь, что вы были правы, что я по-другому бы не понял. Она это не понимает, для нее главное, значит, вот, никак самое высшее, что есть, это человеческая индивидуальность, достоинство, личность никак не унизить. Да сейчас прям, да, я призываю всех людей не быть толерастами, никакой толерантности, никакой политкорректности, бой невежеству, глупости, быдлу. Ну, а человек другой пишет, и огромное количество таких людей полностью согласен с вами по поводу идиотов, конечно. Но это Ирина не унимается, и написала мне такое, это меня прям посмешило. Простите, а что такое гомо-европа, я не в теме. Да, конечно, в теме, да, конечно, в теме, просто хотел вывести на это разговор, значит, это вообще, как будто что-то мне от этого плохо будет, что узнать, как будто мы живем в Америке, я сейчас скажу плохо про гомиков, и меня начнут сейчас прям чмырить и так далее, жизни не дадут там... Да, нет, мы живем, слава богу, в России, а не в поганой Америке, или какой-нибудь там гомо-Германии и прочих поганых странах, которые уже просто, ну, пущены под откос, и вырождение там идет полным ходом, и нормальные, разумные те же немцы массово переезжают в Россию. Там даже уже создано отделение, если вы не знаете, спецполиции, полиции, который отслеживает даже интернет, письма по поиску немцев, общины немецкие в России. Вы это знали или нет? Там сотни тысяч людей переезжают и хотят переехать, сотни тысяч. Потому что те, кто понимает, что мы не хотим воспитывать детей, вот как раз в гомо-Европе. Что такое гомо-Европа и гомо-ценности? А это как раз все то, что во что превращается когда-то, за что мы как бы интеллигенция разных поколений любила и равнялась там на Германию, Францию в чем-то и так далее. Потому что как раз там была культура, великая музыка, искусство, другое искусство, так сказать, разное, технический прогресс и так далее. Вот за все за это, за философ, мыслителей. А теперь посмотрите, какая деградация, начиная от политиков разного рода, посмотрите на современных, на того же Шольца, и посмотрите, например, как выражал свои мысли, что говорил, как формулировал, так сказать, тот же Черчилль. Ну и вы поймете, не буду приводить другие такие же примеры, Шарль де Голли, какой-нибудь Тет Макрон, ё-моё. И вы поймете эту пропасть между ними. Я надеюсь, вы понимаете, мои слова помогут, и образы вам это отчетливее увидеть. Так вот, вот так же, и то, что сейчас, когда естественно и по-другому быть не может, что есть мужчина и женщина, есть семья, ячейка общества, есть дети, как норма продолжения рода, естество, А сейчас Child Free, сейчас блядьство, сейчас бери от жизни всё, человек человеку волк, ну и, соответственно, по трупам пробраться по головам, и, естественно, наслаждение во все тяжкие, гомосеки поганные, всякие ЛГБТ, какие-то ЛГБТК+, какие-то пидоры эти, вообще, я просто в шоке, всякая нечисть. И это всё преподносится на знамена, на иконы буквально, так сказать, чуть ли не возносятся, понимаете, какая штука, что там уже до бреда такого доходит, когда там церкви некоторые во многих странах уже начинают, так сказать, пидорастические браки принимать, вообще, просто за что в Библии ясно сказано, что там забить камнями, и за что просто смертная казнь, что за гомосексуализм и так далее. Вспомним ещё, что было там в Америке в 70-х годах, когда сажали педиков, сейчас уже ты скажешь, что это ненормально, так тебя в тюрьму посадят. Вот что такое гомо-европа, дура. Всё прекрасно понимала. Вишь ты, какая, ой, как она меня уязвила. Вот я её, конечно, забанил, её именно забанил, потому что она там начала, что-то там разбушевалось писать страшное там глупость или хамство, сейчас не помню, я за такие вещи всегда баню. И, конечно, она сейчас не напишет, если под другим ником только что, разве что, а под этим уже нет. Но я надеюсь, я доходчиво ответил, надеюсь, что это Ирина, либералка, и, значит, сектантка Запада, которая преклоняется перед ним во всех его проявлениях, и как за елей священный считает, вот она получила своё и, может быть, поняла, что она несёт. Может быть, я надеюсь, до какой деградации вы уже дошли. Может быть, вы сделаете шаг и поймёте, осмыслите, просто проклянёте то, что у вас сатанинское вот это мерзкое сидело в этом слепом преклонении, в том, что вы калечите детей, делая из них, по сути, будущих гомиков. Какая связь, я здесь пояснил. Одно начало положит, другое доведёт, куда они ведут сейчас, просто колоссальную часть общества. И противостоять это может только очень сильный человек, а ребёнок – это вообще не человек. Это пока ещё существо, в которое вкладывают и воспитывает его всё, что он видит. И все силы, брошенные сейчас, мирового зла на то, чтобы вот растлить, растворить в этой вот этой вот сатанинской жиже и сделать вот эту вот непонятно какую аморфную, пидористическую, получеловеческую субстанцию. Вот что такое гомоевропа. А моё видео, которое называется «Диктатура политкорректности» про всю эту нечисть, и что я уже три года назад предсказал и видел, и как будет, посмотрите, это будет очень вам полезно, ссылка будет под этим видео тоже. Ну вот и всё. Пишите свои комментарии, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь, и пошлите это моё видео, ссылку на неё кому-то там всем знакомым, выложите в соцсетик. Помогите мне распространять эти видео, покупайте мою продукцию, если вы меня вот уважаете и хотите как-то поддержать, тем самым вы мои проекты поддержите, а вы своё здоровье укрепите. Ну вот и всё. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok